здравствуйте друзья посмотрите пейзаж добрая старая англия которая если верить иногда вот таким вот замечательным местам просто абсолютно не изменилось вот такие фермы постройки и конечно же вечно пасущиеся овцы на зеленых пастбищах которых можно видеть здесь круглый год вот такой мы привыкли видеть старушку с вами в бинстед хилл это как раз вот такие места в которых я гуляла практически каждый день потому что я гуляла по нескольку часов после нашего вечернего ужина и эту территорию я всю знаю хочу вам показать здесь очень много красивых мест очень много красивых домов и улицы вот эти такие узкие по которых иной раз даже и тита опасно потому что хмите вот машина едет и уже человеку не то что другой машине а даже человеку с ней разойтись бывает довольно затруднительно но тем не менее я вот эти места очень люблю они мне навыивают воспоминания знаете когда я не замыленным глазом здесь ходила смотрела на всю эту красоту на ток на тот уклад английской жизни который тогда для меня был просто знаете как другая планета вот хочу и вам немного показать все этой красоты как мы с вами будем гулять сегодня я постараюсь вам наибольшие красивые места показать это так же пошплейс ну не совсем наверное хотя вы знаете у нас здесь как я вижу на острове все больше и больше вот таких вот модерновых строим построено новых зданий может быть он и не смотрится как английский уже старинный коттедж да но тем не менее жить в нем в таком новом доме а целое огромное удовольствие понимаете вот все тут предусмотрено для людей вот тот коттедж старинный под соломенной крышей 11 века показала вот представляете что там сырость там темнота там плесень и влажность господи чего там только нет и конечно же жить бы я там ни в коем случае не захотела просто ходить гулять смотреть и ахать неужели бывает такая красота вот сохраненная тем не менее это все дома не для жизни друзья однако же в этих домах люди продолжают жить кто-то себе переоборудует центральное отопление а кто-то вот так вот с каминами вот с этими трубами наверху видите от каминов вот так и живут в таких вот каменных гробах сказала бы я вот этот дом насколько я знаю он построился очень быстро он построился буквально за год но потому что он наверное как-то какими-то блоками там я не знаю как они строятся в современные вот эти технологии позволяют строится очень быстро он не имеет каких-то толстых стен и наверное все и фундамента там у него совсем кроха но то что я хочу сказать что построиться то он быстро а вот люди которые запрашивали разрешение на строительство этого дома они ждали разрешения по моему три года потому что я знаю мне рассказывал муж представляете как интересно так что в каждой стране свои нюансы и у всех свое и вот вы знаете гуляя здесь со мной вы уже можете наверное различать и видеть где богатые живут где живут не очень богатые а где живут совсем такие знаете ниже среднего уровня достатка англичане это сразу видно ну и также конечно сразу видно новый дом архитектуры новая постройка или старинный коттедж под соломенной крышей и сразу как говорится отделяются мухи от котлет и сразу ясно где лучше жить такой вот сырой и мрачной англии в такой вот сырой погоде где лучше жить думаю что вы теперь спокойно ответите на этот вопрос где лучше жить вы сейчас уже наверное без труда разобрались и поняли что две большие разницы жить в новом современном доме или жить вот в таком вот старом при старом коттедже с маленькими окнами и подсоломенной крышей сейчас вот я как раз когда снимала вам это видео я почему оттуда ушла когда я показывала вам этот коттедж красивящий старинный там как раз вышел мужчина пожилой и он пошел в сарай и достал корзину дров и потащил эти дрова туда к себе то есть прекрасно конечно сейчас он затопит камин и будет там сидеть греться экзотика но извините там не натопишься еще раз я показываю церковь в которой 10 лет назад мы венчались церковь это действующая англиканская она называется бенстед хилл чёрч недалеко от этого дома в котором мы жили с мужем и в этой в этой церкви мы венчались и фотографировались вот на этой вот скамеечки 10 лет спустя ничего здесь не изменилось сейчас вам фотки покажу ну и так же кому интересно войдем внутрь сегодня она ведь открыта для визитов поэтому можно зайти жаль что мы не сможем увидеть из-за темноты убранство этой церкви внутри но тем не менее вот кое-что можем увидеть вот этот алтарь и вот этот вот кусочек ковролина синего то что я вам тоже рассказывала кто не слышал расскажу этот ковролин иногда можно встретить вот в обычных англиканских церквях кусочки он был разобран после того как по нему шла королева нынешняя действующая елизавета вторая она была короновано пестинском аббатстве 1952 году и вот был постелен ей под ноги вот такого синего цвета ковер здесь его потом разрезали и разобрали по церквям качестве памяти вот кусочек здесь есть тоже но вообще я вас привела в это место хочу показать вам другое и хочу ответить на вопрос одной из моих подписчиц вот она мне написала такой вопрос хожу ли я на могилу своего мужа и вот я вам уже объяснила это и частично объяснила вот когда я вам показывала букеты на мемориальной лавочке привела вас хочу показать еще вот такую вот вещь я не стала снимать когда здесь женщины были которые пришли и вот они тут сидели и потом возложили эти цветы и они пошли туда вот в кафе и я вот смотрите видите вот здесь сейчас попробую вам показать видно ли вам вот написано пет питер брентал 1969 2018 год даты его жизни и ну вот 40 в прошлом году в 49 лет человек умер и я когда спросила говорю я увидела что вы там оставили цветы на лавочке и мне женщина сказала да питеру вот сегодня юбилей ему исполнилось бы 50 лет и они пришли его поздравить вот таким образом принесли цветы вот кстати да вы знаете я даже не знаю как на это реагировать вот как и что вы думаете ну вот оставили они цветы на лавочке лавочка посвященная с вот с ним с этой табличкой как тут сказать то господи табличка памяти вот этому питеру у меня спрашивали тоже мои подписчики мои зрители хожу ли я на могилу к своему мужу и так женщина спросила вы уж извините за такой вопрос да ничего здесь страшного в этом вопросе обычный вполне вопрос но только факт в том что здесь людей 99 процентах сейчас кремируют то есть никаких могил не остается и еще интересный интересен тот факт что они даже вот эти урны как у нас допустим ставят куда-то специальные есть такие стенки как они называются я не знаю к сожалению но вот ставят туда эту урну с прахом ставят табличку какую-то тоже мемориальную там с надписью и туда приходят приносят цветы здесь в англии такого нет здесь пепел вот даже по желанию людей он просто где-то развеивается либо над океаном развеивается либо над домом где этот человек жил либо там где он родился в общем каждый просит развеять этот пепел в каком-то определенном месте то есть получается что никаких могил не остается и куда-то ходить на могилу то что спросили у меня хожу ли я на могилу да нет могилы моего мужа он точно также в завещании написал что он желает чтобы он был кремирован и чтобы его прах развеяли над проливом соланд когда пересекали вот на фэре этот пролив чтобы прах просто развеяли над водой вот так и наверное с вот с этим питером возвращаюсь опять тоже самая история случилась я уж не стала расспрашивать эту женщину но я понимаю так что и почему они цветы приносят вот сюда вот на эту лавочку потому что они могилы нет человека не какой-то мемориальной больше надписи нет только вот такая память а сейчас вам покажу вот бывает иногда вот на кладбищах вот таких вот по крайней мере я вот видела только здесь вот сейчас мы ближе подойдем я вам покажу это как раз там вот где букетики цветов стоят вот такое небольшое место это одно из тех мест где как раз захоранивают урны с прахом кремированных людей их тут не очень много из них многие даже уже сейчас и прочитать то нельзя ну вот примерно вот так это выглядит некоторые с цветами эти урны с прахом боже чуть не упала некоторые даже и трудно различить и прочитать их здесь немного как вы видите я к сожалению даже других таких мест где закоронены урны с прахом и не встречала вот поэтому вам показываю как это происходит в англии но большинстве как я уже сказала прах просто развеивается вот такая вот история иду назад уже смеркается как говорится да заканчиваю свою съемку что хочу сказать опять моя заявленная тема наверное у меня не получилось я друзья не ожидала что столько будет всяких отвлечений вы даже представить себе не можете когда я иду я же выключаю время от времени камеру и сколько тут у меня за камеры происходит всяких вещей в частности то встречаю кого-нибудь долго разговариваю то наоборот вот кто-то вижу идет недовольно спрашивает что я здесь снимаю почему снимаю то есть мне приходится постоянно выключать камеру ну в общем что получилось топе и получилось как говорится кончаю страшно перечесть